Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на детские вопросы. Мы с вами находимся в Дарвиновском музее на выставке «Дикий подводный мир» и у меня за спиной прекрасная фотография, на которой можно увидеть каракатицу пигмея. Это очень маленькое животное размером всего два сантиметра. Почему мы именно здесь? Дело все в том, что сегодня я отвечу на вопрос Ксюши Кокаревой, почему хамелеон меняет цвет? Действительно, хамелеон умеет менять цвет, и всем это известно. Умеет менять окраску каракатица, как и некоторые другие голвоногие моллюски, например, осьминоги. Осьминогов и каракатиц даже называют морскими хамелеонами. Но если осьминоги и каракатицы меняют свой цвет для маскировки и делают это просто феерично, они с моментальной скоростью меняют свой цвет под цвет окружающей среды. Мало того, например, осьминоги меняют не только цвет, они меняют еще и структуру кожи, становясь очень похожими, например, на ветку коралла или на водоросли, которые находятся рядом, или какие-то камни. И действительно, это происходит очень быстро, мгновенно и великолепно скрывает животное на фоне окружающей среды. А вот что же с хамелеонами? Надо сказать, что покои хамелеона имеют, как правило, окраску достаточно маскирующую. Хамелеоны живут в разных условиях. Есть те, которые живут во влажном климате, в тропических лесах. Есть хамелеоны, которые живут в пустынях. И в зависимости от окружающей среды, как правило, их окраска имеет такой либо зеленый оттенок, либо коричневый или какой-то такой бежево-песочный. Но меняют они свою окраску вовсе не для того, чтобы стать еще менее заметными, а наоборот. Они стараются выделиться на фоне окружающей среды, и смена окраски часто помогает хамелеонам общаться со своими сородичами и передавать какие-то сообщения, например, о своем состоянии, самочувствии или о условиях окружающей среды. Итак, в каких же случаях хамелеон меняет цвет? Но, например, цвет хамелеона может поменяться в зависимости от его настроения. Если хамелеон настроен агрессивно, его окраска становится очень интенсивной. Таким образом, он дает противнику сигналы определенные, показывает, что он настроен решительно. И когда, например, встречаются два самца хамелеона, они принимают угрожающие позы, раздуваются, меняют свою окраску на очень такую интенсивную и яркую и пытаются друг друга напугать. В некоторых случаях между самцами даже случаются драки. Ну а когда угроза миновала, то хамелеон принимает свой нормальный цвет. Также хамелеон меняет свой цвет, когда пытается привлечь внимание самки. Он тоже становится ярким, таким красивым. Выделяется на фоне окружающей среды, чтобы самка обратила на него внимание. Кроме того, цвет хамелеона может изменяться в случае, например, какого-то сильного испуга. Он может становиться таким белесым. Влияет на цвет хамелеона и температуру окружающей среды. Особенно это касается хамелеонов, которые живут на каких-то открытых местностях. Потому что если в тропическом лесу все-таки условия какие-то более или менее одинаковые, то, например, в пустынных районах очень сильно отличаются температуры днем и ночью. И вот в дневное время, когда очень яркое солнце, хамелеон светлеет, он становится более светлым, чтобы меньше нагреваться солнцем. А в утренние часы, когда за ночь он остыл, ему нужно набрать хорошую температуру для того, чтобы быть более активным, его окраска становится более темной, помогает ему быстрее нагреться. Ну и помимо того, что хамелеоны, они могут менять окраску не просто целиком, поменяться, вдруг стать какого-то другого цвета. А их окраска может меняться очень интересно, на ней появляются какие-то яркие пятна, полосы. То есть на отдельных фрагментах тела может меняться окраска и превращаться в какой-то совершенно другой цвет. Но и возникает вопрос не только почему, а еще как он это делает. А все дело в особым строении кожи хамелеона. У хамелеонов в коже есть особые клетки. Одни из этих клеток называются хроматофоры. Эти клетки очень необычные. Они, во-первых, разветвленные и имеют множество отростков. В этих клетках содержится пигмент в виде зерен. Эти зерна могут быть разного цвета – красного, коричневого, желтого и черного. Хроматофоры не имеют в клетки какого-то определенного места, а распределены по всей цитоплазме. И если отростки сжимаются, то все пигментные зерна оказываются в центре клетки. Если же они, наоборот, вытягиваются, то распределяются более равномерно. И в зависимости от этого меняется окраска хамелеона. Но, как я сказала, там есть только четыре цвета, а окраска хамелеона гораздо более разнообразна. А все дело в том, что, помимо хроматофоров, у хамелеона в коже есть еще такие клетки, которые называются иридиофоры. В них нет пигмента, но в этих клетках содержатся очень маленькие кристаллы гуанина. Такие их называют нанокристаллы, очень мелкие. И они внутри клетки создают такую своеобразную решетку. И расстояние между этими кристаллами в зависимости от состояния хамелеона может либо увеличиваться, либо уменьшаться. Кристаллы гуанина преломляют цвет, то есть они не имеют сами цвета, но они при этом отражают цвет по-разному. И, соответственно, окраска хамелеонов становится невероятно разнообразных цветов. Поэтому мы видим хамелеонов не только зеленых, красных, желтых. Окраска может быть синий, фиолетовый, розовый и так далее. То есть окраска очень-очень разнообразна. Ну что ж, друзья, не забывайте присылать нам свои новые вопросы, пишите их в комментариях, пишите, о каких животных вы еще хотели бы узнать. Ну а мы всегда рады вас видеть в нашем музее. Приходите, посетите замечательную выставку, на которой мы сейчас находимся, Дикий подводный мир. И мы всегда рады встречам. Всем пока!